всем привет коин лист разродился жаркое лето очередной токен сейл проект archway о котором мы уже спойлерили в telegram канале объявил токен сейл на коин листе 15 июня давайте разбираться что с токеномикой хорошие метрики или плохие и стоит ли участвовать и какие подводные камни есть при регистрации на этот токен сейл и так не переключайся погнали друзья что такое archway это блокчейн первого уровня который построен на космосе основная фишка этого блокчейна это награждение для разработчиков ну эдакий да тест нет для разрабов почему-то вот у меня такая идет ассоциация и кажется будто бы блокчейн строит для разрабов типа что нам тут хомякам делать непонятно строите какой-то home блокчейн для того чтобы зарабатывать но окей красавцы молодцы но глобальная история звучит немножко по-другому да говорят что уже достаточно живая экосистема причем в экосистеме этого блокчейна существуют и будут существовать абсолютно разные проекты от nfc и defy да у социальных игр и так далее поддержка кошельков будет также заявлено что примерно 100 приложений дапсов уже подписали соглашение о том что будут выходить и работать на блокчейне archway не знаю насколько правда это или нет нужно разбираться но и основная фишка до которая звучит по всему этому тексту стимулирование разработчиков для того чтобы в экосистеме создавалось все больше и больше дапсов и чем больше транзакции будет проходить через конкретный дапс тем больше разработчики заработают то есть помимо того что есть проект какой-то самостоятельный который будет построена archway да и у него может быть таки номика своя есть еще и экосистема archway которая часть своей токеномики будет разделять среди этих разработчиков ну то есть разрабам халява зарабатывает там и там называется что у нас есть по деталям токен сейла давайте разбираться цена заявлено 20 центов за токен полная оценка проекта 200 миллионов долларов продается 3 процента но сразу скажу 5 давайте процентов потому что дополнительный еще два процента будет по усмотрению archway отдано тем же инвесторам которые приобрели максимальную аллокацию и вот среди этих трех процентов почему я сказал давайте рассматривать 5 да потому что в документации более подробно изначально уже на комьюнити сейл заложено 5 процентов поэтому смысл как бы говорить о том что этого не будет но скорее всего все пять процентов и уйдут на паблик селе особенность этого токен сейла то что необходимо при регистрации не как обычно да там по желанию или без желания а при регистрации необходимо указать будет действительный адрес космоса ну то есть kepler кошелек вам нужен что это такое можете посмотреть ссылочка в правом верхнем углу сейчас всплывет показывал как установить как получить адрес несложно а какая тут основная фишка да как раз таки рынок у тисе страдает да потому что кто у вас будет потом покупать или как вы будете продавать на у тисе свою аллокацию с кошельком которому у вас остается соответственно сид фраза доступ это уже совершенно не интересно и вот как раз таким действием coin лист обрезает эту историю и это наверное первый раз делается понятное дело что они просят указать кошелек космоса для того чтобы потом на деление на него же но собственно у нас уже было также и с а гориком мы указывали кошельки на которые получали свои вестинги то же самое будет и здесь рынок у тисе здесь может жить только в каком ключе по предзаказу человек сам говорить свои кошельки например космоса да и имея там статистику 2-3 процента из 100 аккаунтов ну вот соответственно нужно дропом вот это количество аккаунтов указывать с кошельками по предзаказу какие-то из них сработают ну тогда это можно под продать поэтому тем кто хочет покупать но изначально нужно думать о том чтобы искать уже человека который будет ваши кошельки указывать покупать потом никакого смысла на вторичных рынках нет поскольку доступ к кошелькам будет у третьих лиц но это совершенно небезопасно ваше наделение у вас просто уведут поэтому обезопасьте себя если вдруг соберетесь а надо ли покупать вообще давайте разбираться как говорится более детально для чего вообще нужен токен и нужен ли он первое это proof of stake консенсус поэтому здесь можно будет держателям токена стыкать его в пользу валидатора и получать награды также есть функция governance моя любимая привет крипто панорама знаю что ты меня потроллил я посмеялся да прикольно ну действительно функцию управления не сильно верю транзакционные сборы здесь аналог газа в эфире то есть оплаты за транзакции и соответственно coin arch он будет выступать именно с такой же функции это неплохая функция и доход разработчиков о которой мы говорили которые генерируются от инфляции транзакционных сборов и премии за смарт-контракты где-то они здесь ниже более подробно рассказали что archway позволяет разработчикам запрограммировать премию смарт-контрактов и 100 процентов этой оплаты пойдет именно разрабам также инфляционное вознаграждение archway делится частью инфляции токенов сети непосредственно с дабсами 25 пойдет разработчикам этих дабсов инфляция по моему 10 процентов из документации ссылки будут все в описании к данному ролику сможете посмотреть и скидки на сбор за за газ archway дает разработчикам половину всех сборов за газ их контракты которые генерируют сбор будут разделены поровну между разрабами и валидаторами сразу предварительно скажу что посмотрел twitter score он не очень большой 29 всего единиц это не очень хорошо также посмотрел twitter score у high labs правильно да это как раз таки разрабы по моему у них там вообще да вот 7 единиц то есть совсем немного и это не очень хорошо они являются как раз таки выходцами из тендермит вот здесь нашел эту информацию и тендермит как раз таки из ранних контрибьюторов является в этот проект у них тоже там есть наделение поэтому все это важно знать и давайте еще dot экономики сразу разберемся с инвесторами что у нас по раундам информация к сразу скажу что на всех площадках еще не полная поскольку не так давно собирался второй при сейл к этому проекту и информацию которую вы видите 21 миллиона это является по по первому при сейлу лид инвесторы здесь не очень крупные насколько я помню почему то вот у меня здесь нельзя увидеть детально но я помню что coin fund и не помню какой второй хэшит по моему да лид инвестор поэтому здесь таких наверно тир-1 прям больших историй больших инвесторов я не вижу ну на разных площадках тот называет тир-1 да ну блокчейн капитал окей можно отнести но все-таки наверное не самые топовые инвесторы которые можно было бы увидеть давайте обращаться к такие номики такие номика вот здесь распределена максимально подробно все доли расписаны что стоит отметить сейчас я перечислять их не буду покажу таблицу в которую я это все свел так вот есть у нас по моему ранние бейкеры это ранние участники проекта которые соответственно и строили это и разрабы и маркетингом занимались интернет тендер по моему туда тоже входит фишка в чем что у всех адептов этого проекта и core contribution у них на деление первый год это клифф и потом вестинг в течение двадцати четырех месяцев практически у всех долей из команды но важно понимать детали по стейкингу поскольку это proof of stake то здесь у нас возникает история со стейкинга да соответственно залоченные свои коины они могут стыкать но награды вытащить они могут только после прошествия вот этого блока годового пока у них идет клифф они стыкать могут залоченные активы но не смогут их продать это по всем долям такая история прослеживается давайте покажу таблицу в которую я это все свел все собственно доли выписал сразу объясняю что экосистема но гранды и гранды на экосистему и комьюнити по подсветил красным потому как скорее всего на старте новые эти коины на соответственно капитализацию влиять не будут ну либо очень частично что такое гранды это будут выделяться искаться и выделяться различные проекты и дабсы которые будут финансироваться в том числе и через фондейшн и как раз эта доля сюда и относится и комьюнити пул тоже нечто подобная история сможете подробнее здесь вот в документации почитать про каждую группу собственно тоже если проект хочет разрабатывать разрабатываться на archway то он может через голосование выдвинуть свою кандидатуру почему это и называется комьюнити да и получить некую локацию для того чтобы начать ну или некое финансирование для того чтобы начать работу то есть по сути это тоже самое гранды но гранды они делаются не через голосование а комьюнити пул именно через него с точки зрения инвестиций я вам сказал что инфа не полная ходит в пабликах да и вообще на всех площадках и так было два раунда private sale 1 и 2 в первом собрали 21 миллион долларов соответственно цену посчитать несложно это 17 с половиной центов и был второй раунд который совсем недавно закрылся на нем собирали 5 миллионов долларов и цена была точно такая же которую нам предлагает сегодня coinlist по 20 центов есть один спорный момент по токеномике то есть все доли я здесь разложил как я и сказал что у всех ранних инвесторов у команды и ранних контрибьюторов у них по сути разлоки начинаются спустя год вот если вы посмотрите на график разлоков то он начинается спустя год у всех далее то есть на старте есть какая-то доля естественно это и доля с комьюнити сейла у нас сначала 40 дней клифф идет потом 25 процентов разблокируется сразу участникам токен села и далее линейный вестинг в течение восьми месяцев в целом это не так критично что 40 дней до потому что у нас на старте вот то что стыбе будет в рынке потом в течение года особо сильно не дополняется за исключением вот этих двух красных зон которые как они будут распределяться неизвестно но как я сказал ключевая здесь штука это archway foundation если мы обратимся к документации то мы не увидим там информации про какой-либо клифф или вестинг мы видим вот инфа да что соответственно 15 процентов от всех токенов то есть 150 миллионов на них причитается и нет никакой информации по поводу распределения поэтому я беру худший сценарий и учитываю что они будут доступны foundation сразу на старте возможно здесь будет и не так но мы не можем отгадывать и возможно по этой причине на коем листе нету графика распределения да сколько все-таки на старте будет и нишинал саплай пока непонятно поэтому мы исходим из наверное самых неблагоприятных условий для того чтобы понять а стоит участвовать или нет и в этих условиях у нас на рынке будет на старте 180 миллионов то есть 18 процентов от всей эмиссии 18 процента по всей эмиссии по цене токен сейл этот капитализация в 36 миллионов долларов много это или мало но давайте пытаться разобраться если мы будем смотреть соответственно другие токен сейлы на коем листе я напоминаю что на космосе да на блокчейне космоса строится и другие блокчейны layer one которые уже проводили соответственно свои токен сейлы и вот мы можем посмотреть это и ним аксалар кстати да но от капитализации давайте смотреть 120 средние 86 стейдер вообще укатан 25 юми 27 что ну достаточно а горик 93 в принципе понятно в лучшем случае наверное 80 миллионов кап да можно брать это в лучшем случае хотя может быть по пути юмид пойти или там пистейка стейдера да еще хуже может быть но не знаю давайте и хотя равняться на ним на а горик примерно в среднем 80 если у нас будет капитализация 80 то сколько здесь иксов ну чуть больше двух иксов при этом мы получаем только 25 процентов то есть сразу мы тело даже не забирает история так себе если вдруг я ошибаюсь и foundation не получает сразу на деление тогда конечно история выглядит поинтереснее тогда у нас капитализация на старте 6 миллионов долларов но и потенциально да здесь забрать тело инвестиций вполне можно но как понять получает от чего и foundation свое наделение сразу или нет вот вопрос и напишите в комментариях как вы понимаете возможно вы владеете информацией давайте вместе разберемся в этом вопросе будут на старте эти токены в рынке или нет от этого зависит в принципе глобально решение стоит участвовать в токен цели или нет если мы посмотрим на экспресс оценку которую вы знаете да ссылка в правом верхнем углу будет которая поясняет что это такое зачем и как строится какие здесь у нас есть метрики метрики как я и сказал не все зеленые первая метрика это twitter score то есть проект не очень сильный за ним топовые инфлюенсеры топовые команды топовые представители ниши до не следят и это отражается в этой оценке она у нас красной зоне если посмотреть по другим метрикам то вроде все более менее адекватно да могу сказать сразу что где-то шесть тысяч человек поучаствовать не так уж много в принципе да раздает проект по тысячи долларов в руки плюс он еще дополнительно потом этим 6 тысячам также раздаст руки то есть концепция примерно как киберконнекте те тоже сказали что вот дополнительная локация она как бы тоже может быть еще два процента здесь она прям таки новенький прописано поэтому я думаю что она будет но мы видим что здесь нету всех к зеленых меток и это о чем он говорит что на 10 иксов здесь наверное рассчитывать не стоит я вот нашел среди истории до подобные смотрите пистейк очень похоже 32 здесь 29 капа всего проекта 200 миллионов и здесь 200 миллионов на старте 23 здесь 36 ну прям все очень похоже но и пистейка соответственно вы знаете да почем он торгуется и сейчас там собственно никаких иксов и близко нету у нас наоборот рои вы видите какой поэтому риски конечно у этого проекта очень большие помимо того что здесь еще и с кошельками да и стоя поэтому стоит ли принимать участие ну подумайте хорошенько подумайте примите на себя эти риски я думаю что пропустить не будет ошибкой на самом деле ничего вы не потеряете таких токен сейлов сейчас у вас море идите участвуйте в любом проекте бесплатно то есть не нужно покупать какие-то локации вы можете прийти на биржу купить в любом количестве вот у вас подобных проектов на космосе полно которых можно затарить если вы верите в экосистему и в конкретный проект которых можно затарить сколько угодно что еще можно сказать о команде про high labs я пару слов сказал что это выходцы из стандарт мент у них сейчас насчитывается где-то я видел информацию 20 штатных сотрудников но уже по моей информации их 30 примерно 30 всего сотрудников и около 20 разрабов команда вся в основном выходцы из сша и европы то есть снг представителей там по минимуму или их вообще нет что собственно в отличие от не он его м до является скорее плюсом чем минусом друзья и попрошу подписаться на наш youtube канал поставить колокольчик чтобы не пропускать выпуски лайк дизлайк по вкусу как считаете нужно напишите в комментариях будете участвовать или нет придем к общему консенсусу вообще есть такая глобальная мысль знаете запустить сюда какой-нибудь искусственный интеллект чтобы парсил комментарии и делала общую оценку например вот у нас в комментариях часто там идет оценка сколько будет стоить токен или коин на листинге и ребята там голосуют делают свои прогнозы столько или столько и вот общий консенсус если бы искусственный интеллект нам подтягивал было бы интересно кстати давайте также продолжим эту традицию попытаемся поиграть ванга вани пишите в комментариях сколько вы считаете будет стоить на листинге coin arch посмотрим разыграем аппаратный кошелек сейф пал леджер пока не будем разыгрывать пока остановимся на сейф поле леджер пускай разбирается своими проблемами которые сами же себе создали относительно токен сейла что я могу сказать если вы верите в экосистему космоса то в первую очередь я бы обратил ваше внимание на инвестицию сам атом они по вторичным проектам подобные проекты этот проект не выглядит очень сильным мне кажется с рынка у него конкурентов достаточно чтобы взять на любой сайт без крифа пестинга в положительно отдельный кошелечек и хранить здесь же мне кажется история достаточно рисковая а сейчас не тот рынок это ускорение которое показывает coin лист штампуя один токен сел за другим я даже вот мы еще я даже не успел еще зарегистрировать аккаунты на не он его им все а здесь у нас уже новый это наверное тоже должна подталкивать на мысль что кайлис торопится почему он торопится конечно с одной стороны могут найтись защитники coin листа и сказать что это ноу-брейн инвестиция но я так не считаю достаточно много у коим листа было и ошибок и в том числе убыточных токен сейлов именно поэтому я и занимаюсь обзором и анализом каждого из них для того чтобы попытаться да все-таки снизить те риски чем участвовать в каждый из них бездумно надеюсь сами примете решение всех обнял пока